Добрый день! Как известно, коньяк это самогон, выгнанный из вина в провинции Коньяк, что во Франции. И потом залитый в бочку и выдержанный там на достаточное количество лет. Все то же самое можно сделать дома. Правда, это не будет называться коньяк, это будет называться бренди, но на вкус это не повлияет. Итак, у нас есть 12 литров дважды перегнанного самогона из винного самогона, из вина. С помощью нехитрого оборудования, вот такой вот длинной мензурки, подходящей по длине к нашему спиртометру, он у нас просто длинный, да, и градусника тоже не менее длинного, было выяснено, что у нас есть при температуре 28 градусов 12 литров 58% спирта двойной перегонки. Для того, чтобы сделать из этого коньяк, соответственно, нужно пересчитать точную пропорцию добавления воды до 40 градусов и засыпать туда стружку дуба. Если нет бочки, значит, можно бочку засунуть в спирт. Чем мы сейчас и займемся. Итак, с помощью небольшого калькулятора можно посчитать, что при температуре 28 градусов и показания аэрометра, спиртометра, 58%. Если мы посчитаем, то мы получаем, что у нас есть 55,6% спирта в алкоголе, алкоголя в растворе. Теперь надо узнать, сколько добавить воды. Для этого берем другой калькулятор. Вот, калькулятор разбавления спирта водой. Объем спирта у нас 12 литров. Процент спирта до 55,6%, как мы вычислили. Процент спирта после 40. Посчитать. Итак, надо нам добавить в раствор 4,68 литров воды. Ссылка на калькулятор будет в описании. Ну вот, 4,68 литра дистиллированной воды. Сейчас нальем сюда. И у нас должно получиться 40%. Кстати говоря, небольшой лайфхак. Вот такие карандаши. Маркеры. Вот такие. Это маркер для рисования по стеклу. Можно купить в любом магазине для поделок. Очень удобно им писать градуированные шкалы на бутылках. Видите, вот как я здесь сделал. Или вот здесь сделал. Каждый раз, когда вы отмеряете мензуркой или каким-то измерительным инструментом воду, ставьте риску, и у вас будет четкая шкала в дальнейшем. Ну что ж, нальем. Мы все проверим. Отдалили воду. И видно, что у нас чуть больше 40% алкоголя. Где-то 45%. Но если пересчитать по температуре, то это будет где-то ближе 42%, наверное. То есть чуть-чуть воды осталось. Не влезло в бутылку. Ну вот, теперь сейчас будем засыпать, взвешивать стружку и засыпать ее. Для взвешивания тонких и малых весов я использую вот такие вот советские еще весы бытовые. Вот. Цена 5 рублей 50 копеек. Весы выпущены даже непонятно в каком году. Любительский набор. Вот они у меня сохранились с тех времен. Можно, конечно, использовать и какие-то электронные весы, которые можно купить в интернете за копейки. Но мне как-то вот приятнее работать с этим. Теперь пару слов о щепке. Щепку дуба для виноделия, а также для коньяка, можно купить в специализированных магазинах или настругать самому. Это должна быть сухая щепа дуба. Я использую... В свое время я купил две доски от дубовой бочки из-под вина. И режу ее сам. И вот на такие вот мелкие кусочки вот такого приблизительно размера. Они пару миллиметров толщиной. Очень хорошо колются большим тесаком доска. И вот на такие вот кусочки ломаю. В принципе, можно купить готовую. Они различаются по степени обжарки. Что значит обжарка? Просто засовываешь их в печку и обжариваешь в печке до определенного цвета. Вот это средняя степень обжарки. Вот этот вот кусочек... Вот обратите внимание вот здесь на грань. Он более... Более сильной обжарки. Вот сейчас я его поверну к свету. И можно будет увидеть. Вот возьмем еще какой-нибудь кусочек. Вот на белой бумажке, чтобы было видно. Вот. Разница. Вот он. Более темные обжарки. Вот это более светлые обжарки. Видите разницу? Ну, вот такой микс, где темных меньше. Это средняя обжарка. Обжарка дает колер. То есть, если вы обжарите слабее, будет более светлый коньяк. Если более темный, хотите получить более темные цвета. Вот такой, например, да? Вот такой, видно? Это совсем темная обжарка. Будет более темный коньяк. Такой, более карамельный. Ну, здесь смесь. Ну, преобладают средней прожаристости кусочки. И получается светло-карамелевый оттенок. Теперь, по моему опыту, я на 9 литров 40-литрового раствора спирта я использую 8 грамм вот таких стружек. Ну, сейчас, соответственно, все и померяем. По моей рецептуре, как я сказал раньше, на 9 литров 40-литрового раствора надо 8 грамм щепок. У меня, у нас 12, значит, по прямой пропорции надо нам 11 грамм. Вот что мы отмерили. Но разве вот такие весы? Вот с такими гирьками. Вот. И сейчас я ее подцеплю. Вот в пинцетике, вот с такими вот гирьками. Разве же это не лучше, чем электронные весы? Ведь гораздо приятнее с ними работать. Правда же? Ну так, хватит лирики. Давайте засыпем нашу стружку, наш дуб. Вот в этот наш коньяк-сырец. Вот и все. Щепка засыпана. Коньяк укупорен. Теперь про эту бутылку можно забыть года на три. Надо не забыть подписать, приклеить этикетку с датой. Вот уже видно, очень хорошо видно вот здесь, как начинает проникать цвет. в раствор. Видно? Вот такие как бы волосы вниз идут. Если мы его сейчас перемешаем, вот видно, что раствор стал более... Вот цвет изменился. Немножко раствора. Вот так выглядит коньяк после того, как он пройдет три года. Вот такого цвета он будет. Это наш коньяк прошлых лет. Ну вот, теперь все готово. Уже видно, как изменился цвет коньяка. Он стал более коричневый. Тут уже начал работать дуб. Вот все запечатано. наклейка 22 сентября 2018 года. Эта бутылка будет открыта через три года. Ну, может быть, и раньше, но как бы, в принципе, на три года. Я под крышку наматываю еще пару слоев вот такой вот пищевой пленки. Так она плотнее держится. Все. Спасибо. Благодарю за внимание. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. С вами был Гриндроп. Пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok